Двухмесячник чистоты стартовал в дальневосточной столице. В течение недели в усиленном режиме порядок наводили муниципальные и дорожные службы и другие предприятия. А вот в первый же выходной день жители, не дожидаясь общегородского субботника, вышли на большую уборку. Сегодня мы присоединились к таким общегородским субботникам. Мы для себя определили территорию Владивостокской крепости, конкретно это территория саперного редута, общими усилиями музея, города, конечно прокуратуры. Города Владивостока мы освободили эту территорию, она принадлежит музею от автомобилей, которые незаконно занимали эту территорию. Ну и нужно было принимать решение. Ну что, всерьез занялись обустройством здесь такого общедоступного общественного пространства. Ну а первый шаг это безопасность, это санитария. Поэтому администрация города Владивостока со своими подведами музеем в первую очередь, как бы мы приехали сюда для того, чтобы территорию в порядок привести. Традиционно для всех еще с самого детства для нас было общегородские субботники. Ну а все уже организации, структуры выбирают себе площадку по душе. Ну мы посчитали, что в преддверии 150-летия партификационных сооружений и в целом Владивостокской крепости акцент нужно сделать на эту территорию. На Владивостокской крепости это наше украшение, украшение города. Мы прибыли сюда. Присоединяйтесь. Совсем недавно саперный редут номер 4 в районе зеленого угла освободили от автомобилей. В планах создание общественного пространства, а первая задача, конечно же, наведение санитарного порядка. Навести здесь порядок, сделать, чтобы место и это, и другие были притягательны для жителей города Владивостока и его гостей. Это очень важно. Поэтому вот сегодня вместе с молодежью, вместе с работниками администрации города, жителями города, мы наводим здесь порядок. Я думаю, что это будет в радость и жителям Владивостока, но и всем, кто сегодня принимает участие. Очень важно, что очень много молодежи. Ведь Владивосток это молодежная столица. И сегодня вот ребята из высших учебных заведений и школ, они деятельно принимают участие в этом мероприятии. Я думаю, для них это тоже очень важно и знаково. К субботнику присоединились студенческие отряды и молодежные организации, а сети общественного питания приготовили для участников горячий чай и перекус. Это такой маленький, но значительный вклад в развитие города. Я хожу не часто, но сегодня, конечно, я была поражена тем, что увидела здесь. Здесь мусор лежит просто культурными слоями, и здесь понадобится еще не один субботник. Некоторые слои еще просто даже вмершие в землю. И настолько люди, которые здесь работали, не ценили ту окружающую красоту, которая вокруг них была. Это праздник в первую очередь. И встреча с коллегами в неформальной обстановке. Решили помочь природе стать немножечко лучше. Мы от российских студенческих отрядов нас пригласили. Мы решили принять участие, так как считаем, что мы живем в крае. И если мы можем сделать что-то хорошее для него, хоть капельку лучше, то мы это сделаем. Напомним, что Большой общегородской субботник пройдет 20 апреля. Присоединиться к нему приглашаются все желающие. Диана Иванова, Новости на Восьмом.